Это скамья для массажа шейно-воротниковой области, плечевого пояса. Максимально достигаем расслабления мышц и, соответственно, результаты достигаем тоже быстрее. Массажная скамья и стол здесь все, как в обычных массажных кабинетах. Вот только мастера необычные. Супруги Елена и Михаил – люди с инвалидностью по зрению. Елена слабовидящая, а Михаил полностью незрячий. Говорят, руки такого человека обладают большей чувствительностью, поэтому массаж эффективнее. Хотя сам Михаил скромничает, говорит, особой разницы нет. Мы делаем тот массаж, который положено делать, который нужно делать, согласно тем показаниям, которые есть у человека. Супруги уже более 10 лет занимаются лечебным массажем, работали в социальных центрах и городских поликлиниках. За это время у них появились десятки постоянных клиентов. Теперь принимать их пара сможет в собственном кабинете. Наконец удалось найти помещение на Древлянке и сделать ремонт. Вообще начать свое дело хотели давно. Сами искали информацию, стучали во все двери, искали поддержки. Такая предприимчивость не осталась незамеченной. Наверное, мы были сильно заряжены. И мы эту энергию, которую излучали мы, люди чувствовали, наверное. И, наверное, потому откликались положительно на наши инициативы, предложения, порывы, призывы. И нам помогали. Нам помогало большое количество людей. Очень кстати оказались и меры господдержки людей с инвалидностью. В феврале этого года супруги получили от службы занятости субсидию на развитие собственного дела – 200 тысяч рублей. Именно на эти деньги приобрели необходимое оборудование. Вот это вот пример такого конструктивного взаимодействия, работы с информацией, изучения вот этих мер поддержки, грамотного их применения. То есть инициатива, помноженная на государственную поддержку, вот дает результаты. Запись на массаж супруги планируют открыть уже через две недели. Дальнейшие планы по развитию семейного бизнеса амбициозные. Увеличить помещение, нанять еще одного сотрудника. И, возможно, открыть второй массажный кабинет в другом районе города. Николай Нефедов, Борис Касьянов, Служба новостей. Продолжение следует...